Горячего. Тема реально горячая, она интересная, достаточно я стараюсь как бы подцепить слайвы для того, чтобы они давали нам, по крайней мере для мозгов, размышления. То есть тема есть, у кого-то получилось, соответственно другие люди, правильно, будут тоже это пробовать. Мне кажется, это нормально. Это такая возможность, да? То есть вот все думали, что нельзя, а оказалось, что можно. Да, согласен. Так, значит, всем приветствую, у нас 20 июля. Тема у нас такая интересная осина Амазона, как можно сделать, ну как бы, как я заведомо определились мы, две будет тематики. Это у нас рестарт, то есть тот товар, который не пошел, мы его, соответственно, можем не вывозить со склада, а сделать смену осина. Смена осина здесь подразумевает, без, в принципе, я так понимаю, больших сложностей можно ее сделать, но без перетягивания всех отзывов. С перетягивания всех отзывов, если у вас много хороших положительных отзывов, это тоже в тесте, в процессе тестирования. И второй момент, это у нас заблокированные лисинги, то есть лисинг заблокировали, соответственно, можно его, опять же, осин поменять и разблокировку уйти. Блокировка может быть абсолютно разная, сейчас мы как бы попытаемся их максимально разобрать. Это блокировка жалобы конкурентов, блокировка на различные, там, несоответствие качеству торговых марок, ну и так далее. В принципе, все, приступай, микрофон тебе в зубы и вперед. Ключевое, то есть наша задача, это по сути сломать лисинг Амазона. То есть, вот, звучит сломать, но именно это мы и делаем. То есть, для того, чтобы изменить осин, то есть, для того, чтобы перезапустить листинг или сделать то, о чем говорил Денис, нам надо технически сломать этот листинг, чтобы потом привязать старый склад к новому листингу. И в инвентаре, во время редактирования листинга, есть такие поля в редактировании листингов, которые, если изменить, то листинг ломается. Они там выделяются красным, пишутся, что никоим кучем не меняйте этот ретрибут. И через интерфейс Амазона, в принципе, в большинстве категорий, в большинстве листингов это сделать нельзя. То есть, Амазон использовал элементарную проверку, чтобы люди случайно не нарубили дробь. И даже через интерфейс Амазона нарубить дробь, сломать листинг так, что его уже не починить можно. Но, если это делать профессионально, то есть осознанно, понимая, что ты делаешь и зачем, это может использовать себе на пользу. То есть, это как-то история про микроскопом, можно и ввозьи заливать, а можно какие-то политизные действия делать. И, ну, вот, ключевая идея, это сломать лист. Если через интерфейс Амазона это сделать нельзя, можно это сделать другим путем. Сейчас я попробую, не знаю, получится ли, сделать демонстрацию экрана. Получится. Вот, получилось. Да, ну, вот я тебе присылал фотографии, там, две основные фотографии. То есть, первое, это для того, чтобы нам... Есть две методики детектирования листингов, добавления листингов и так далее. Ну, вот это всем знакомо как экран Амазона. И вот здесь вот сверху есть инвентарь, есть AdProduct вкладка, а есть это AdProducts via Upload. Вот эта вот вкладка, страница AdProducts via Upload, она позволяет, скажем так, во-первых, массово загружать листинги. То есть, это полезно для дропшейтеров, для лошников. Массово создавать они через интерфейса можно создавать. И более, скажу так, на более глубоком уровне, это BK, на более глубоком уровне управлять листингами Амазона. Здесь вот ниже, там, Step 1, Step 2, можно скачать template, это шаблон определенной категории, в которой находится у вас товар. Вот у меня он был в Home and Fiction. То есть, скачивается, причем не просто категории, а под категории. Вот. И после того, как вы скачали шаблон, он выглядит вот примерно вот таким вот образом. Это называется flatfile template. Здесь много разных вкладов. В принципе, оно объясняется, что здесь, зачем, какие стандарты. Но ключевая здесь вкладка, это template. И на ней можно уже ввести, ну, наш листинг. Причем мы вводим, ну, здесь ключевая особенность, это мы меняем определенные пули. Я о нем не думаю, что буду говорить. Потому что, если скажу, то кто-то поменяет, листинг сломает, если что-то неправильно сделать, даже не восстановить это. Вот. Но идея такая. Мы оставляем старый СКУ. Product ID, Product ID tab. Это будет новые ключевые атрибуты со старым СКУ. Вот. И одно поле, которое мы ломаем. Вот. И заполняем остальные поля. То есть, это image URL загружаем, parentage, если есть, вариации, basic и так далее. Вот. Таким образом, вот через вот этот весь процесс, то есть зайдя в пакент Амазона, скачав файл определенной категории и заполнив его необходимой информацией, если в двух словах, у нас получается сломать листинг, изменить асин. После того, как листинг у нас сломан, асин изменен, это очень быстрый процесс после загрузки файла. Это, ну, дело там, часов, минут. Вот. У нас появляется отдельный листинг, то есть в инвентаре это ображается как два отдельных поля. У нас остался встав асин, появился новый асин, склад уже привязался к этому асину, но он остался FPM, то есть, купленный байомаркет. И на FBA, на купленный байомаркет, мы изменить, мы можем, то есть, когда нажимаем на эту кнопку, там, мы можем на нее нажать, но появляется ошибка, что, извините, там, такой если уже существует, то есть, это еще одна, так, последний этап защиты аналогов. Вот. Но, написав просто одно письмо в поддержку, в первый раз, они там неделю что-то рассматривали, ни хрена на ней не сделали, вот, я психанул, я написал еще один из, просто, самым дубовым языком, вот асин, вот склад, давайте, чинить. И они мне за 8 часов починили их. После этого у меня появился новый листинг, я увидел, что это работает, то есть, я понял, что вот это да. То есть, я сделал, скажем так, кейс, который, там, сэкономил себе, там, кучу бабла, кучу времени. Ну, ты калькулятор расскажи, в любом случае, на практике, ты их сейчас так жестко загрузил, я вот, честно, нет, дохода мысли, на таблице остановился. Вот, то есть, в любом случае, на конкретных примерах, и да, из чего, и в любом случае, какую-то такую, краткую хотя бы методологию, чтобы кто хотел, понял. Да, ну, краткая методология, только что она была уже быстрая, я могу ее еще раз повторить, сейчас я открою подживу клайв, какие вопросы. То есть, ну, математика какая здесь? Можно, как это сделать обычным способом? Это вывести склад с складов Амазона на какой-то процент. Вот, я пользовался процентом, это американский процент, возле Лос-Анджелеса, там, пишется, там, небольшой. Вот, у них тарифы такие, 35 центов за прием продукта, там, какую-то визуальную проверку, если там что-то не так поврежден, не поврежден, и оттапливаем. 15 центов за то, что они что-то там переклеили. Вот, то есть, это на 3 цента мы закладываем пол доллара. Пол доллара стоят единицы ренувал фи Амазона. Вот, это, ну, стандартная цена, там, может быть, он не отличается, если там продукт большой, я не знаю точно. Я помню, для моего продукта это было 50 центов. Вот, и кроме вот этих вот два раза по 50 центов, то есть доллара, у нас еще есть, ну, мы должны будем создавать в Амазоне мы его и в UPS лейбл. Это оплатить его, через счет Амазона, ну, там было что-то около 80 долларов за 60 килограмм, то есть доллар за килограмм, ну, это у меня. Если больше дру, то оно дешевле, если там, ну, ближе с воды, то есть эти все стоимости, они отличаются. Ну, еще вот, я просто к тому, что получается следующая математика. 50 центов это ренувал фи Амазона, 50 центов это, там, на приплент, вот, и доллар на килограмм на доставку. Как же это все занимает, ну, давайте почитаем, то есть это от до двух недель, как Амазон говорит, это отправка его со спадов Амазона на приплент, там приплент, ну, там, три дня, три недели, что-то там переклеивает, принимает, вот, ну, и доставка обратно, неделя. То есть у того, это от месяца. Вот у меня один из конкретных примеров, то есть первый раз, когда я вывозил на флипсадру, это было 200 продуктов, которые весили, ну, 2 килограмма. У меня была такая ситуация. То есть у меня была вариация, две вариации. Одна вариация была на одном аккаунте, другая вариация была на другом аккаунте. И я продавал с двух аккаунтов, по сути, один продукт, но две вариации. Это было сделано для того, чтобы защитить меня и, там, партнеров с точки зрения доверия. То есть там половина продуктов на моем аккаунте, половина на их и нормально так работаем. То есть как там делать безусловие. Потом он, какого-то хрена, когда сделал вот эти вот все, там, с отзывами в октябре все свои книжки, он еще сделал бренд-вейтер, как-то взял. И на одном аккаунте уже был бренд-регистри, на втором его не было. И чтобы продавать под этой, ну, вариацией дальше, надо было писать там «мануфекчерл-дачу». У меня был полный доступ с двум аккаунтом, все эти письма я слал, там, кучу времени мне пытался это все сделать, не получилось. Пришлось отправлять на «Припцент» и на аккаунт-партнеров. То есть не на моем это все осталось. Вот. Ну, это вышло, но это все вот длилось у нас, ну, больше, чем месяц. То есть больше, чем месяц прошло с того момента, как я отправил первые единицы товара с своего аккаунта на «Припцент» до того момента, как первые единицы товара зачистилась на аккаунт-партнеров. Я думаю, что вот в тот момент конкретно вот эта вот методика, она бы не помогла. То есть потому что это «Амазон», ну, про «Припцент» где это, это все другое. То есть она для конкретного «Асина». Но для других ситуаций, с которыми я столкнулся, вот эта методика, она как бы, она полезна. Вот. Значит, Денис, не Дериуменко, а Дериуменко. Ты сам не знаешь его имени Денис, Бабабла. Я сейчас читаю комментарии, насколько сейчас важно, о чем нам сейчас поговорить. Да нет, сейчас на данный момент у нас это самое. Я просто из скайпа взял, там тебя на английском написано. Если ошибся, извиняйся, напиши сам. Никакей проблем нет. А, смысл какой? Не хотел тебя просто перебивать. У нас два момента. Давай их просто разложим. Первый момент ты разобрал именно связанный с рестартом товара. Просто многие, может быть, опять же, подготовка у всех разная. Что такое рестарт товара? Предположим, ваш товар не пошел. Вот у Сергея непосредственно не пошел товар. Ну, опять же, не пошел по разным причинам, абсолютно. Бывает неправильный запуск, бывает неправильный выбор, бывает не сезон, бывает спад тренда. Все что угодно может быть. У меня был набор этих всех параметров. Это был пик конкуренции, сезон пошел резко на спад. Ну, то есть там все, о чем ты говоришь. Ну, да, да, но это базовые вещи, да. Просто у кого-то она совокупна. Вот. Из-за этого бывает, что рестарт проще сделать. Что такое рестарт? Ко мне многие обращаются, люди, которые делают именно вот так. Я реанимацию назвал это. Это когда мы делаем заново новый старт товара. Вот, но когда вот Сергей предлагает вариант именно сделать с белого листа, с чистого листа, с чистого листа стартовать гораздо проще. Да, да. Вот и все. По моим ощущениям, однозначно. То есть стартовать, это означает, для меня это получать вот продажи, ревью, чуть ли не с первого дня. Ну, реально. Как я вообще понимаю? То есть Amazon, он работает на непонятном никому механизме, в движке, то есть там смесь нейронных сетей, бикдейта. Да все, все много, там просто много всего. Вот и все. Да, да. Я не думаю, что этим кто-то конкретно управляет, то есть какая-то команда программистов этим управляет, но то, что вот ты по твоему опыту, по моему опыту, есть вот этот параметр, который в английском языке звучит как «селс вылосити», то есть вот это вот количество продаж, скорость продаж. И она считает, что за определенные периоды, за день, неделю, месяц, две недели, три недели, год, полгода и так далее. Вот. Но в чем суть? Когда у нас нет истории за год, но есть история за неделю или день, по моим ощущениям, оно, скажем так, так как за год оно отутывается, там, грубо говоря, в табличке Excel не нолики стоят, а пустые колонки. И среднее считается, когда считается, оно не учитывает, скажем так, нолики, не учитывает пустые, оно, грубо говоря, учитывает эти продажи за день или неделю, по моему мнению, то есть это то, что я думаю. Я сам программист, там проходил разные структы, я не знаю, как оно работает, но я так думаю. Вот. Оно учитывает только за этот маленький период, за день, неделю. Иначе говоря, если мы в первые дни, в первую неделю будем иметь достаточное количество продаж, каким бы образом мы это ни сделали. Вот я сделал очень базовую вещь. Я сразу закупил достаточное количество не верифайдов, а дорого, сразу заказал верифайд обзоры, причем в минимальном количестве. Сделал небольшое количество раздач по купонам, блокируя склад с помощью добавления вот этого вот шипмента к покупателю с задержкой на две недели. Вот. И включил на максимум рекламу по главным моим ключам, которые мне наиболее интересны. Причем по одному ключу я вообще там ставку сделал по кроме. Это мне дало, что я, ну вот такие выводисты, плюс там немного Фейсбука, причем это не тот, о котором сейчас все говорят, а чуть ли не просто спам. То есть это сидел человек, который по группам Фейсбука, по разным вот есть Горж Соле, там, в Техасе, в других разных городах, там огромное количество групп Фейсбука, которые продаются. Новыми аккаунтами Фейсбука, которые там купили, он спамил. То есть он писал сообщение, вот новые продукты, там, посмотрите, понравится. Таким образом, ну я ожидаю, что был кафик, были продажи. Мы это мониторили с помощью архиве из линков, вот. А ну там минимальное количество были продажи, но вот это вот вся, весь набор, то есть это раздатник, быстрое количество обзоров, максимальные кафи, которые дали сразу продажи. Продукты у меня немного выделяются, ну не как, не много, а полностью. Другой. Вот. Оно дало нам рост позиции и выход на какие-то первые страницы. Там спрашивали люди, в чем разница была запутка, вот тогда в августе год назад и вот в мае сейчас. Ну разница колоссальная. Это тот же самый товар, я так понимаю, правильно же? То есть ты посыл? Да, да. Вот такая история. То есть это, ну что такое юридит, это арбузы резки мои. То есть это я вот с арбузы резками, вот мой весь путь Амадонна начался, и вот с обучения, вот он начался, я на арбузы резки и заработал, и потерял, и вот эту вот штуку вот научился, то есть там все, блин, пережил, вот. И именно в этом товаре, получается, пик сезона был в мае месяц в том году. А я новую версию арбузы резок улучшенную, там, завез, получается, в июле. И начал запускать. А в августе уже, там, тренд, ну, там, заглянуть, он уже упал. А конкуренция была на пике. То есть сто снизился в 10 раз, а конкуренция выросла в 10 раз. То есть там конкуренция, наверное, была чуть-чуть меньше, чем в скиннерах сейчас. Вот. А большинство людей вывезло свар, вывезло эти товары, то есть конкуренты поумирали, кто-то попродавался, я знаю, что-то из нашего количества, там, Серега, есть тоже один, который продал, зарезный успел. Вот. Я не смог их продать в декабре, я не смог их продать на животное. Тодарок не смог отдать, да, с чем-то? Да, да, вот. Но вот перезапустив их, ну, сейчас вот, оно все пошло. Вот. Я не думаю, что я выйду в ноль. То есть я думаю, что я там выйду в минус, причем этот минус будет больше, чем, там, тысяча долларов. Но главное, что я хоть какие-то деньги из них получу. Вот это был товар, я уже думал, ну, все. То есть везти в Украину, там, раздавать, может, продавать, там, это. У нас сейчас на остановке бегают люди. Спиннеры с арбузы резками раздают? Да, спиннеры. Такое. Я понял. Здесь понятно, то есть, как бы, тема. Народ жаждет, просто жаждет. Я смотрю, вопрос один и тот же. Да какую колонку и как поменять? Серега, покажи, пожалуйста, какую колонку поменять, чтобы поломать. Можешь что-то им показать, это самое, в любом случае? Да, конечно, сейчас. Ну, то есть, опять-таки, дисплей, наверное, там, все вот эти штуки. То есть все действия, которые вы сейчас делаете самостоятельно, они, как бы, могут вам сильно нагретить. Этот висинг может... Да, это методом проб и ошибок, просто каждый раз индивидуально, правильно? То есть, нет такого навыка. Можно, конечно, завести... Да, такие дисплейты, они, вот я же говорю, дисплейты, которые скачиваются, они разнятся для каждой категории. У них названия даже разные. Вот эти экселеские файлы, они отвечают... Кто-то на программиста учился, а кто-то учился, там, на инженера, а кто-то, там, на кого-то ищет. Да, я сейчас... Есть свои специфики просто. Ищу, да, там, внимание, показываем, кто-то один раз за лайк, там, поставьте... Я даже не знаю, что можно поставить. Поставьте лайк, и кому это вообще интересно важно, давайте так. Ну да, ты меня отлично... Я вот, честно могу сказать, от своей убогости, но я не программист. Вот и все. То есть, из-за этого мне, например, действительно сложно, мне надо, чтобы по шагу мне показали, я записал, запомнил, и потом еще три раза буду переспрашивать. Но потом, да, я как бы буду знать, этим навыкам пользоваться, я не спорю. Но здесь слайд, как бы, в первую очередь не для этого, даже не для того, чтобы сказать, что эта услуга платная, что мы можем это делать и так далее. Надо понимать, что просто есть такие варианты, которых раньше не было. То есть, мы открываем глаза, как раньше, когда я в октябре месяце узнал про индусское, так скажем, продвижение и увидел его на глазах. Ну, то есть, реально, я об этом и рассказал. Что такое реально существует с вами, друзья. Это даже я рассказал, по-моему, в августе. Вот. А в октябре я реально увидел. И здесь та же история. Это нужен, нужный инструмент, которым можно пользоваться. Просто в руках дикари, грубо говоря, вот, например, в моих руках, ну, я даже не знаю, я Excel-файлы в жизни туда загружать, лисинг в виде Excel-файлов не буду. То есть, у меня как-то это самое. У меня была проблема, когда, я говорю, цены поменял под Новый год, у меня просто слетел осин. У меня та же самая история была, только мне осин перенеси без моих отзывов. То есть, у меня было 300 отзывов на товаре, и я их просил, 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 и в конечном итоге они меня вернули назад, на мой старый осин. Ну, хорошо, я включил демонстрацию экрана, то есть, еще раз в двух словах. Наша задача сломать листинг. Листинг выломаем изменением атрибута, который я назову. Его нельзя изменить, в большинстве случаев, в других случаях можно через обычный интерфейс Амазона, но можно это изменить через платфайл. Зайдя в инвентарь AdProducts.io Amazone, это платка Амазона, здесь мы имеем возможность скачать комплейт, то есть, шаблон, определенный код категории товара, которым мы будем заниматься. После этого мы скачаем комплейт, он выглядит примерно вот таким вот образом, оно все отличается, оно у вас будет, скорее всего, открыто на вот этой вкладке, вам надо перейти на вкладку комплейт. Здесь вы заполняете, то есть, вы выбираете item, type, вот у меня там флорус, item, SPU, вбиваете там свой SPU, вот, external product ID, в принципе, можно вбить, ну, старый, но здесь, опять-таки, то, что, как я делал, здесь я менял. Вот, если я вбивал новый product ID, у меня это про трегист, я вбивал product ID type, G-team, нет, G-seed, нет, это сейчас соберу, ну, G-seed, там, для новой дистанции, я вбивал и новый UPS, вбивал там какой-то там product name, после этого, после того, как вы запомнили основные колонки, основная колонка, которая ведет к уломке этого ликтинга, и если его сломать, и отверденные поля вести не тем образом, который Amazon там быстримет, то есть, грубо говоря, там, в цикру вести текст, то может быть вообще беда. То есть, с этим надо быть предельно осторожным. На что внимание обратить? Это называется package-contity. То есть, вот поле, о котором мы говорим, оно называется package-contity. Оно находится вот тут вот. Вот конкретно у меня это театр. Когда мы вводим вместо единичку, там, двоечку, и загружаем этот платфайл без проверки на Amazon, у нас сломается оси. После этого мы можем, опять-таки, загрузить платфайл, ну, там, с единичкой, и у нас будет опять, там, другой оси. Чтобы у нас было item package-contity, нужно единичка, там, или сколько у вас единичка в арт, то есть, это все-таки, ну, зависит. После этого у нас ломается осин, и склад, он подвязывается, склад FBM, у нас, он подвязывается к этому осину. Но этот листинг будет в FBA неактивен. То есть, мы не можем его перевести в FBM Amazon. И для того, чтобы его нам перевести, нам надо написать поддержку у Амазона. Что, уважаемая поддержка, какая ситуация, вот SQ, вот осин, вот обе, я не могу это сделать. Привяжите, пожалуйста, у вас есть такая возможность, ну, вот. Они там в течение полу-отопериода времени напишут, что да, окей, все сделаем. Вот. Ну, это уже полностью открыт метод. Используйте на свой страх и риск. Используйте аккуратно, пишите там вопросы, если что. Что там, ключевые вопросы. То есть, это создается абсолютно новая осина. Абсолютно новый листинг с нулевым количеством обзоров. То есть, это, для меня это было там хорошо, у меня летом было 4 звезды. Вот. Мне даже не 4, исполнили 4. Теперь мы можем поговорить про вариации. То есть, для того, чтобы нам сохранить старые обзоры, мы, благодаря вот этим flat-файлам, можем создавать, не только ломать листинг, это все создано для того, чтобы создавать ногу, или создавать структуры листингов, то есть, вариации, ну и так далее. Вот. И для того, чтобы нам сохранить обзоры со старого листинга, привести их на вот это новое созданное, есть два пути, в моей главе. Первый путь, это просто написать поддержку. Уважаемая поддержка, перенесите обзоры с этого листинга на это. У меня есть конкретные кейсы, то есть, мне знакомые говорят, это работает. Сработает ли оно у меня, или у вас, не знаю. В тот случай, который точно работает, это создание вариаций. Вариации, опять-таки, это не в каждой категории, есть категории, где нельзя создать новые варианты, вот просто, но Amazon не дает. Вот. Но в те категории, где можно создать варианты, можно создать вариант вот этих двух осинов, нового и старого, и тогда в листинге, то есть, он будет отображаться, обзоры будут формироваться. даже если старый листинг будет неактивен. Я не знаю, ну сколько я сейчас сильно всех загрузил, то есть, вы уж простите, но такая тема, о которой веселая санархетика, я не знаю, как говорить. Вот. Можно ли просто запомнить оскору? Ну, вот это вот ключевой момент по обзорам и ревну. то есть, как их, скажем так, объединить. Вот эти вот вариации и так далее, это очень мощный инструмент. Сережа Будников, да, блин, пожалуйста, ты же все не знаешь, всегда ты мне можешь писать. Вот, кто я нахожусь, как путешествовал в Исландии и поделился своими эмоциями и рассказывали, это мне было очень полезно. Так что, Сережа, пиши, если что. Номер есть. Вот. Знал бы раньше, да я тоже, то есть, знал бы, нашел бы ли эту фишку буквально на недельку раньше, мои хорошие партнеры не потеряли кучу бабла. Вот. А так, только так. То есть, как получили информацию, так и рассказали, на самом деле. То есть, мы познакомились сегодня. Вот. Я из этого говорю, что резину тянут, тема интересная. Мы не сказали год назад, а вот пообщались с первым по скайплу. Ну, понятно, я и говорю, да, когда тема появляется, просто я понимаю, что нам востребовано. Просто бывает не всегда, можно адекватно оценить ценность, можно ее переоценить, можно ее недооценить. А на разных стадиях как бы восприятия по-разному. Ну, я считаю, это нужный инструмент. Его просто надо в умелых руках правильно использовать, тренироваться. И как мы получаем навык? Только многократно повторение, правильно? То есть, ну, никаких тут вопросов нет. Соответственно, человек уже потренировался, однозначно, он не тысячу аккаунтов так сделал, но это недавно узнали, так что имейте в виду, вы можете попробовать, можете человеку обратиться, то есть, он может вам это сделать, там, и так далее. Но в любом случае, это однозначно экономия средств. И опять же, про второй момент по поводу этих самых банов. Давай тоже, там, банов тоже много разных. Ты мне про ИСКЮ как раз хотел рассказать. А, я не знаю. ИСКЮ расскажи про вариации ИСКЮ. Да, я сейчас первое, вот смотри, там Опер задал вопрос, можно ли просто заполнить ИСКЮ МПМ и так далее. Давай вопросы на потом, в конце, сейчас давай все расскажем, а потом вопросы, а то просто получится ты повторяться 10 раз будет. Окей. Тогда вопрос насчет бана листинга и что с ним делать? Да. Ну, ИСКЮ ты мне говорил как раз, что мы можем делать с ИСКЮ с вариациями. И, соответственно, да, второе направление, это вот когда у людей реально забанен не листинг, то есть, не аккаунт, а только листинг. То есть, мы с листингом, понятно, к юристам обращаемся. Вот у меня сейчас человек, я к тебе отправил, мы расскажи свои истории, как ты разбанил листинги, то есть, чистый разбан по большому счету. но в своем вот именно вот стиле, так скажем. Ну, есть разные варианты бана листингов, и в определенных случаях банится на самом деле, то есть, есть у нас АСИН, это Амазон, там, бла-бла-бла, есть СКУ, это свадская единица, есть ФНСКУ, то есть, это три разных параметра Амазона. Есть мнение, что они вот все объединены, нельзя их менять. по моему опыту, то, что я обнаружил, это все на самом деле, оно это просто записи в базе данных, которые можно менять, имеется в виду в том, связь между ними, можно перерывать и ставить новую связь. То есть, было мнение, что это все связано жестко, оказалось, что не связано. То есть, было мнение, чтобы изменить СКУ, надо вывозить, переплеивать. Нет, это не так. Было мнение, чтобы изменить Афин, надо вывозить, переплеивать. Нет, это не так. Это все можно делать через вот там, плед файлы, через другие методы. Вот. Суть какая? Первое, нужно понять причину бана. То есть, причины бана листинга могут быть разные. Одна из них, например, биде-фактив рейд. То есть, если кто продает электронику из Китая, могут связаться с тем, что электроника просто в 10% не включается. Или наоборот, не выключается. То есть, включилась, и кнопка выключения не работает. Понятное дело, что после этого идет возврат. И если процент таких возвратов достигает критического определенных 10%, если я не ошибаюсь, 7-10% в дефектив рейд. Дефектив рейд не 1% разум? Это просто возврат. Если раз, кстати, по аккаунту, то есть, конкретно по листингу, то, что бана был, это 10% ретун рейд дефектив рейд, и листинг был забанен. То есть, я сейчас говорю не о здоровье аккаунта, не о овесах, а, скажем так, возврата по определенному листингу. Я не буду говорить точные проценты, я их наизусть не знаю, я их не учил. При достижении определенного процента возврата по товару за определенный период, да, вот у меня был бан листинга, который я быстро разбанил, когда просто за определенный период Амазон посчитал, что вроде бы было 50 продаж и 10 возвратов, а на самом деле было 500 продаж и 10 возвратов. Ну, и разница в процентном соотношении возвратного рейта 5 раз, 50-500, то есть 10 раз. И он забанил мой листинг, я его разбанил, потому что сказал, считай нормально. Вот. Я говорю про вот этот вид бана, но если это, скажем так, действительно количество продаж было, грубо говоря, 100, а возвратов было 20, то Амазон в самом деле не один листинг, а искалу товар. Что это означает? Это означает, что первое, можно продавать аккаунты другого продавца, ну, если не продать. Второе, то есть я подумал, раз, это забанил не листинг, а забанил на скалу. Значит, если мы изменим скалу, то можно дальше продавать. И стала простая задача, изменить скалу товар. Вот это тоже, ну, сработало. То есть это тоже есть метод, и он, к сожалению, не через платфайлы, там, скажем так, глубже, и, ну, сейчас демонстрировать его технические желания. Вот. Такое возможность есть, то есть это тоже игра, створя, и разная, там она относительно и простая, и сложная. Поэтому для кого-то простая, для кого-то сложная. Вот. для этого, для Defected Prey, есть метод изменения SKU, который тоже позволяет разгонить листинг, и буквально через час дальше начинается продавать с FBA, то есть то, что я говорю, это я говорю про склады Amazon, то есть доставку товаров на склады Amazon. У дропшиперов там вообще все легче. Наверное, я создал листинг, или там создал еще один вариатор товара снова на SKU, и как бы дальше продаешь. Вот. И более не знаю. Вот с FBA это все-таки вывоз товаров. То есть я вывоз товаров. SKU изменил. Второе. Если листинг запален по причинам. Ну, к примеру, то есть конкурент пожаловался, что в листинге будет использован там текст тот же, или фастерапия. Или найдено, что в логотипе использовалась торговая марка конкурентов. Вот. Но то, что реально было, то, что вот вчера, это я говорил. То есть это у человека было абьюз использования, то есть это слишком много копированного текста с листингом помогало. Возможно, этот текст был под копирайтом. Есть сайт копирайтом, то есть как Google, где можно сделать копирайт на свой текст. Он стоит десяток. Доллар. 35-70 долларов в зависимости от количества. Вот. Ну, вот для такого случая точно работает, ну, почему точно, потому что это было проверено вчера и подождено. Точно работает тема, которую я рассказал буквально 10 минут назад. Какие еще могут быть виды банов? Ну, что у нас, в любом случае баны. Вот о чем ты сейчас говорил именно о том, что торговая марка к тебе человек уже отправил, так что с ним пообщаешься, будет лишний у нас кейс, дополнительный, надеюсь, положительный. Есть варианты с баном, связанные, например. Вот у меня была ситуация. Человек торгует приват-лайбл, ему написали, что у вас подделка. Фейк. Я могу ему за это забавить. И он не смог разблокироваться до того момента, пока я не подам торговую марку. Вот этот для меня был просто шок. За опасный товар, вот Саша пишет, у него такая сейчас ситуация. Рекламный компания, ну, опасный товар какой-то. Ну, Саш, если что, обратишься, я тебе как бы сведу вас тоже, пообщаюсь. Да, что-то опасного конкретно не было пока что. То есть, это все можно пробовать. Да, ну, понятно, я тебе говорю, просто вариантов огромное множество. Смысл нашего... Водить тайтл и так далее, чтобы Амазон сразу, ну, читай, не вычислил, как, что это опасный товар. То есть, чаще всего это там, в сайте написали, я не знаю, ну, какие опасные товары, из-под батарейки. Да, на самом деле, много. То есть, если не, то, 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 то есть, нужно вот с этого сначала, то есть, попробовать создать, я попробовал создавать один алистинг такой, чтобы, ну, Амазон сразу его не забалил. Так, понятно. В принципе, мы, как бы, подытожим, здесь уже достаточно, спич такой длинный у нас получился, в плане того, что мы определили, по поводу банок, решается проблема с баном, отчасти, и решается проблема острее старта, с товаром, который не пошел. я считаю, это две глобальные проблемы, если их реально решить, можно даже процентов на 30, на 50, ну, то есть, хотя бы КПД было такое, я считаю, это великолепный результат, потому что это серьезная экономия денег. Предусловие, опять же, если мы этим будем заниматься, это будет 100% гарантия. Сделали, получили деньги, не сделали, не получили. Правильно? Какие риски вообще? Я бы на месте людей бы, кто бы платил за это деньги, спросил, какие риски? Вот вы там, нахреначите, у меня там непонятно, что в листинге, и не получилось у вас. Сказали, извините, ребята, мы вам деньги вернем. А вот риски у людей, какие могут быть? Да, ну, первое, то есть, я как бы продавец Амазона, когда приходят какие-то специалисты, первое, на что я говорю, о, так вы знаете мой товар. Не, ну, это ладно, это уже проехали, это история того года, что нельзя показывать никому товар. Я знаю, ну, не тысячи, ну, сотни, точно я знаю. Вот, так что голову не сбываю. Нет, сейчас разговор о том, риски, в принципе, нет. Я знаю, это там десятки, и пока что еще не запустил, мне что-то все не нравится. Я когда узнаю, проблема созданных товаров, то думаю, это не так. Не, ну, это говорю, про товары голову не сбивает, то есть, если люди понимают, что ты адекватный профессионал, ты занимаешь своим делом, зарабатываешь на этом деньги, никто голову не будет тебе задавать, а как ты увидишь мой товар? Ну, закрытые глаза, я не естественно решу вопрос. Вот, это, знаешь, такая проблема начинающего продавца, который думает, что он индивидуально один такой, запустил уникальный товар, и сейчас кроме него больше никого не будет. Нормальные? Ну, я вот на днях только у товарища попросил, дай мне фабрику твоего товара, потому что я буду примерно такой товар выпускать. И все. То есть, мы вот так общаемся. Потому что рынок большой, он необъятный, и в любом случае, не я приду, минуток 50 китайцев придет и 28 индусов. Так что разницы никакой нет. Не будем в сторону уходить, давай про риски, именно связанные с тем, что мы влезли, сломали, и, да, как бы, там юристы могут решить, или еще кто-то. А вот человек, например, сломали, мы мы лисим, но назад починим вообще. Ну, то есть, как вот это вот, вы именно вот в этой механике, механику поняли? Риски по механике? Риски того, что, то есть, самый большой риск, и то, что я не управляю, это поддержка Амазона. То есть, это те индусы, которые, вот последний, ММА, пожалуйста, давайте инвентарь, СФБ, присоедините к этому Асиму. То есть, вот здесь, вот там и такой, неопределенность. Тонкий момент. Это то, что, менее всего зависит от каких-то моих, моих действий, или действий того, кто это будет делать, по вам. Ну, первый не прокатил, второй не прокатил, а третий пройдет, или он просто возьмет нас и вообще насмерть забанит? Например, первого раза. Одно дело, риск с аккаунтом связан какой-нибудь, может быть, в этой ситуации? Да, ну, вот некоторые люди считают, что это манипуляции с инвентой, манипуляцией с внутренней системой Амазона. То есть, это, ну, а манипуляции, они как бы караются баном аккаунта и так далее. Вот. То есть, в принципе, я так не считаю. То есть, это, ну, возможность, всегда можно сказать, ну, вот мы там, как бы ошиблись, с платфайл и так далее, вот там загрузили, ну да, там прописали неправильную цирку, а что у нас за это банят? То есть, но все-таки это, если, ну, различать факты и мнения, то, ну, мы манипулируем осознанно и специально для того, чтобы изменить эти. То есть, здесь нужно, я не углублялся в это, но здесь есть риск. То есть, вот риск того, что Amazon скажет, ну, ты манипулируешь. Такого еще никакого кистика, банок нет было, и насколько мне известно, Amazon чаще всего банит, ну, автоматически, то есть, находят какие-то манипуляции с обзорами, манипуляции, там, с e-mail'ами, там, и еще что-то, вот, и тогда банят. Вот на такое у них точно еще нет какого-то либо алгоритма, потому что оно, скажем так, вот только сейчас зарытается. Мы не злоупотребляем, короче, этим в любом случае, мы не постоянно меняем осины, и если будем десятки товаров таким заниматься, это привлечет, может, я... Я... Даже не десятки, то есть, там сотни миллионов осинов у Amazon. То есть, вот это там, то, что 10 осинов поменялось, это меньше одной тысячной процент. Ну, понятно. Одной тысячной процент. А там, хотя бы нужно идти до пяти процентов, то есть, чтобы мы изменили пять миллионов осинов, тогда Amazon подумает. А до этого момента, я не знаю. Не суверен. Ну, это... Мне нет. Вот, ну вот, я считаю, что вот эти два момента. Это основные. Вот. ошибка в флэт-файле, то есть, если человек это делает самостоятельно и, скажем так, вот, например, там был вопрос, то есть, если ты не ведешь картинку, то есть, ссылку на картинку, если ты не ведешь title, если ты не ведешь первый буллет, первая description, первое слово в search term, то есть, хотя бы по одному вот этому, то, что я проговорил, то листинг будет suppressed. То есть, он будет забаган. Ну, это когда вы создаете листинги, не загружаете первую фотографию или первый буллет, то он у вас suppressed. Чтобы его разблокировать, надо просто загрузить. Это, ну, первое, есть элементарный, который, ну, не такой уж и листинг. Вот. Ну, а второе, это если какое-то поле прописать неосознанно, не понимая, что это, вот, описать, я не знаю, между UPC, там, какой-то MPN, у тебя там нет вентрекисти, то есть, вот с этим вот можно облажаться. Вот. Ну, вот момент, то, что я про говорил, вот там манипуляции в самозозном и непонятно, как кто с поддержкой. так. когда ситуация у человека заблокирована листинг и там надо либо выводить, то ему терять нечего. да, риски минимальны. Да, конкретно товар мы не уничтожим. У амозона есть, вот я сейчас покажу, то есть, это Fixed Trends in inventory вкладка, не, не покажу. Потому что здесь есть несколько единиц. И, ну, вкладка в inventory и Fixed Trends in inventory. И там есть машин-инвентарь, который не привязан к какому-то либо осину, 2СКУ и еще чем. Его всегда можно вывести на процент, то есть, его, ну, что же нельзя. Если он куда-то пропадет, можно всегда написать Амазону, что, а куда ты дед мой товар, потерял, ну, давай день. Ну, это мы все знаем про Райм Брашн, вот у меня вот недавно буквально пару часов, и тысячу, 200 долларов, это только с одного товара за то, что он потерял. Не говоря уж разных там других аджастомствах и тогда. Вот. Поэтому, я вот вижу такие риски. Пока что эту духовую массу, что только сейчас, получается, выводим, делимся. и если я надеюсь, что это действительно кому-то было полезно, кто-то понимает, что это очень мощный инструмент, и если осторожно это все делать, то оно будет работать, здесь была полная инструкция. Не пошагово, конечно, как есть. Кто разберет, кто понимает в этом, он и так, ему достаточно намека, да, они еще, может, и лучше сделают, то есть вопросов нет, здесь на это расчет. Я и вникать, например, не собираюсь, честно могу сказать. Не моя специфика. Так, вот классный вопрос от Виктора, это как раз из той серии, как оставить еще и отзывы. То есть, это прям реальная схема. Правильно ли я понял? Если по основному листингу товар не продается, там все плохо. Для того, чтобы начать запуск товара заново, можно просто сделать новую вариацию. То есть, вариацию сделали, тот убили, короче, и получилось перешлеить самые отзывы. Да. То есть, в принципе, схема именно такая. Схема именно такая. Вариации, я считаю, очень сильно недооцениваемые. Я вот это слышал на твоих видео, мне очень полезная, но вот такая-таки есть вот сколько людей, столько и мнений, что ты говоришь. Вот у тебя мнение, что вариации, как бы, ну, не сильно хорошо. У там других ребят тоже не сильно хорошо. Я считаю, что хорошо. А, в смысле? Вот именно, ты расскажи, что именно хорошо. Да. Хорошо, с точки зрения обзоров, точно хорошо. То есть, вот у меня, к примеру, есть товары, есть у меня много разных товаров, много аккаунтов. Один из них, это товар, вот там себестоимость от 20 долларов, 20 долларов и выше. Там вариации три. Товар 20 долларов и выше. Товар 10 долларов и выше, ну, там 15 плюс минус долларов. И товар, себестоимость которого, вставка на Амазон, полтора доллара. То есть, грубо говоря, ну, там, пример, я не знаю, кепка, которая стоит полтора доллара и, там, рубашка, которая стоит 20 долларов. Ну, в одежде плохой вариант, плохой пример, но, вроде бы, добавлено. я не знаю, ноутбук и зарядка для ноутбука. Так вот, я завез 300 штук за полтора доллара. И, во время запуска своего продукта, я ожидал, у меня будет много негативных отдыхов. Ну, как много? По одному, по два, там, неделю, в день. То есть, я это ожидал. Я понимал, что перекрыть верифайт-отзывы, мне нужно только верифайт-отзывы. А, ну, я знаю, там, сейчас, вроде бы, есть схема через FPM получения верифайт-отзывов, но это все вообще черное. Вот. Но, можно легально вставать вот этот вот продукт, который себестоимость полтора доллара, на Амазоне стоит пять долларов. как он за штуком. Я таких раздал. То есть, у меня там сейчас больше, там, двухсот отзоров. Этого продукта я, там, завел 300 штук. Не все, конечно, оставили отзывы, но математика такая, что только себестоимостью товара, вместо того, чтобы потратить 200 умножить, там, на 20, 200 умножить, на 15, или на 3000 долларов, или 4000 долларов, я потратил 200 умножить на полтора. Ну, вот, извини мне, во-первых, полтора доллара, это что, с купоном или просто цена на полтора доллара? Себестоимость товара. Себестоимость? Потому что, если я потратил на доставку Амазона и полный возврат, я это не считаю. Я сейчас говорю про себестоимость товара. Я от Туитов. Доставка полная, 4 доллара, 200, я потратил, на самом деле, там, 800 долларов, там, там, проценты за перевод денег, то есть, я потратил больше. Я говорю, то есть, я бы столько же потратил, или, там, даже чуть больше, если ты разбивал этот продукт по 20 долларов. Я понял. А если у тебя этот товар, во-первых, Этуитом, то есть, он проходил по этому критерию, да? В каком критерии? Ну, Этуитом, который дешевый, там, до 25 долларов, там, отдельно он не продается. Ну, то есть, слишком дешевый. то есть, он Этуитом, да? А вот, я его потратил и продаю по 5 долларов. Он тебя прокатывает. И он умеет спетиться Этуитом. Второй вопрос, тогда, хорошо. Этот критерий проходит. Отзыв у тебя приходит на этот товар, какой-то древностаковский, а потом, да, потом ты вылазишь с другим товаром. Это тоже достаточно серая схема. Ну и как? Смотрите, Нинистер, да, не согласен, серая схема, но я его делаю рассказывание. То есть, здесь какая еще фишка, то, что с мобильных телефонов, то есть, то, о чем ты говоришь. То есть, отзывы, они отображаются, там, типа, с такого размера, с футболки размера L, с футболки размера M, или с футболки синего цвета. Но с мобильных устройств, с которых, там, 74% продаж, вот этот вот, ну, откуда пришел отзыв, не отображается. Я проверял на своем телефоне, у меня не отображается. Можете проверить на своих. Найти такие вистинги, где оно отображается с компа, но не отображается с телефона. Вот, но здесь задача была, там, по количеству, чтобы рейтинга всегда был больше 4,5 звезд. То есть, у меня этот продукт продается, все нормально, и, ну, первое, первый плюс, вариация, я понял, привести дешевый товар, и после него набрать отзыв, сделать продвижение, и после него сделать вот эту тему, правильно? Ну, то есть, смотри, когда запускается дорогой продукт, себестоимость, который жалко раздавать, ну, реально жалко. Ну, Ну, вместе с ним сделать вариант, с каким-то дешевым товаром. Ну, то есть, короче, два товара одновременно, я так понимаю, правильно? Да, ну, то есть, это же можно позже, это все можно сделать позже, можно сделать раньше, даже сейчас, у каждого, у кого есть офсиен, потенциально могут завести очень дешевый продукт, можно же не за полтора доллара. Я же, кстати, не сразу понял, зачем я это делаю, я вообще это делал для того, чтобы там покупать, не всегда, полноту комплекта имели. То есть, у меня это, получается, в комплекте идет с основным товаром, аксессуаром, так говоря. Я понял, преимущество, преимущество, о чем ты сейчас говоришь, я понял, то есть, это вот дополнительное просто ухищрение. Что еще? Да, есть мнение, есть мнение, что если это плохо продается, то оно тянет всю вариацию вниз. Поскольку оно, я не знаю, то есть, по моему опыту нормально, у меня есть, оно держится где-то на первой странице, где-то на второй. ты понимаешь, да, причину, почему так говорят? Почему причину? То есть, из-за какой? У тебя есть, например, главный ключ, то есть, главный товар, он находится на первой странице, где-то там, пятнадцатым номером, к тебе заходит на листинг, вот, на единственный твой товар, который не является таким мега-топом, по которым там бешеный продаж, заходит на твой листинг, смотрит, у тебя там еще 24 вариации, и человек пошел крутить, вертеть она, и пошла у тебя, это как это, конверсия в никуда. Конечно, в итоге купил розовый вместо черного, и твой черный был на пятнадцатом, потом на шестнадцатом, на семнадцатом, на восемнадцатом, и ушел, вместе с розовым, потому что розовый из этих 24 вариаций купили один, а его-то отдельно не видят, вот логика в чем. Да, то есть в вариантстве, вот ты не контролируешь, что отображается, ты не контролируешь до конца, там, что купит, то есть только там в рекламе можно увидеть там азер-эску-репорт, и здесь, ну, вот опять-таки, то есть, я же говорю, это мое мнение, что-то в реакции... так я из-за этого с тобой обсуждаю, я сам же, сам же это, мы же занимаемся, обмен опытом, я думаю, всем интересно, потому что мне интересно по отзывам. Мне очень полезно насчет того, что ты говоришь, то есть 24 вариации, конечно, я в таком количестве еще не думал. Ну, прямо, ну, реально, это размытие, просто фокус у тебя размытый, я тебе могу сказать, что конкретно по вариациям я могу сказать, по вариациям конкретно, я считаю, просто проще начинать по вложениям денег и всего остального с одной позиции при любом раскладе концентрироваться, кроме размеров, ну, XLM, например, вот, ну, это просто не вариант. И второй вариант, и второй вариант, это у нас, когда происходит момент, когда у тебя товар реально становится топом, ну, реально, который он тащит, паровозу можно поцеплять по чуть-чуть, одну вариацию, цвет, другую вариацию, там, какой-нибудь фон фарта. Я запустил один конкретный продукт, то есть, одну конкретную вариацию с расчетом на то, что, в принципе, я к ней добавлю. То есть, даже листинг я создавал, ну, без расчета того, что я добавлю вариацию, то есть, у меня был один из осин, заранее создан. После трех месяцев продаж, я понял, что, в принципе, оно продается. И тогда еще не было всех этих запутных отзывов, всегда можно было через язык это все сделать. Я добавил эту вариацию, новую, завез товар и, ну, просто получил продажи. Продажи первого продукта в начале, первой недели упали, мы появились на втором продукте. И в итоге, когда я завез продукт, то получается вообще без каких-либо действий запусков. А вариация у тебя какая была? В чем вариация была? Цвет, размер, форм-фактор, набор? Размер. Размер. XLM, вот это вот? Ну, да, по сути, по большому счету. Совсем. Ну, то есть, Денис, то есть, длина уже, вот. То есть, это XLM, это размер, если ты про это спрашиваешь. Ну, да, то есть, это обязательно, в любом случае. Это отличается. Это, грубо говоря, ну, у нас сильно отличается. оно для разных абсолютно целей, не хочется говорить, все-таки. Ну, нет, я понял, я тебя спрашиваю. я считаю, когда мы запускаем с размерами, по-любому нужна вариация. Ну, например, там, ты запускаешь какую-нибудь, там, вещь, там, или еще что-то. В любом случае, ты не можешь, если у тебя товар не универсальный, тянется с размерами. Но все остальные вариации связаны, форм-фактор, ну, то есть, чуть-чуть другой, например, предмет, или, например, цвет, или, например, там, я не знаю, материал, из которого произведен. Вот туда вариации я в любом случае не пойду. Но если я буду каким-то наколенником торговать, ну, придет мне в любом xlm брать. У монстров у них там и 5 и 6 размеров бывают. Да, у них еще там, насколько я видел, то есть там разные цвета, разные варианты. Да, но это вот я говорю, то есть, вариации, они тоже разные, понимаешь, из-за этого говорю, мы тоже, я, может, просто недопонимание какое-то, из-за этого я вот уточняю, потому что в любом случае, всегда индивидуально, в каждом товаре индивидуально, просто с вариациями, вот ты правильно говоришь, я не понимаю, как их контролировать, вот ты даже говоришь. Я, например, продвигаю строго по ключам. Я там свою таблицу, там листинг написал, Amzvan зарядил, и я не понимаю, как одну вариацию, например, продвигаю, там, асин, и как вторую, вот я реально не знаю. И за это, ну, я... Ну, ты можешь сейчас подключить одну вариацию, то есть там, я не знаю, обулить сток или закрыть листинг, и, ну, твой листинг займет те позиции, которые имеют сейчас вторая вариация. Ну, вот эти моменты с вариацией, я не работаю, я не... Ну, в обратном предыдущии, я тебе не ориентирую. Да, ну, вот я говорю, вот эти микро-моменты, я их не понимаю. Я, например, практически ни разу не видел, что на первой странице две вариации. Такое редко бывает, но очень редко. То есть, бывает такое, вот у меня один из листингов, я видел, это баг какой-то. То есть, я... Как еще вариации можно использовать? То есть, когда ты создал две вариации, например, размеров, и на одну из вариаций пришло там три негативных отзыва, и твой там рейтинг упал с пяти звезд, там, четырех с половиной, или это четырех. Ты вот эту вторую вариацию всегда можешь открепить, и отзывы останутся с ней, а здесь останется рейтинг пять звезд. То есть, оно там через 24-48 часов, вначале отзывы вообще пропадают, потом начинают появляться, и вот эта сумма пропадает, и рейтинг восстанавливается. Таким образом, можно быстро вернуть тебе на нормальный рейтинг после какой-то атаки конкурентов, к примеру. То есть, я это делал, я понимаю, о чем я говорю. Ну, интересно, что, в любом случае, видишь, у тебя такой опыт, то есть, ты в этом направлении идешь. У меня как бы другой опыт, из-за этого это очень интересно. В любом случае, со временем мы разберемся. Так, что, давай на вопросы ответим, нас сейчас мы нарассказывали. Что, открывай Facebook, открывай Facebook, у тебя там что-нибудь видно? Чтобы я не читал, не люблю читать вопросы, если я с вами возьму. Значит, Иван, во-первых, не всегда есть возможность создать вариации, во-вторых, ответ, возможно, если у вас есть возможность через интерфейс создать вот эту варианту, то можно создать. То есть, это вы заходите в это продукт, заходите на вкладку Variations, там прописываете SQL первой вариации, добавляете SQL вторую вариацию, прописываете другие поля, и все, у вас готова вариация. То есть, в течение времени у вас появляется лист. Если этот метод у вас не работает, то есть, вкладка Variations вступает в Edit Product, то вы это делаете через flatfile, то есть, через то, о чем мы говорим в этой трансляции. Как создать вариацию через flatfile, на YouTube, желательно на английском языке, то есть, там очень, окей, если через интерфейс нет, то я сейчас попробую, кому-то кидал сейчас, может быть, кину, может быть, не кину. Там, как создать вариации, то видео, которое мне очень помогло. У меня Вова. Какие еще вопросы? Пока еще. Вопросы. Да, там вопросы, давай, с самого низа, там, бла-бла-бла, сколько раз делали, какого числа ты в Минске? Я в субботу вылетаю в Минск, так как поломать листинг рассказал, вектор от представления или нет. Меня зовут Пережа Еременко, я из Киева, мне 22 года, на Англоне продаю, ну, вот уже второй год, то есть, я вовремя 2016-го, вот. Первый успешный проект, это арбузы резки, я там положил 3000 долларов, достал 12800 долларов за 3 месяца, там, в январе начали производство, в апреле вы введите деньги. Вот, а ты сам не знаешь, бла-бла-бла. А какие колонки обязательные? Ну, вот, обязательные, там, на самом деле, написано, REQUIRE, то есть, там оно, как и показывается, то есть, это колонка обязательная. Вот там, где REQUIRE, надо заполнять. Вот, иногда, там, есть определенные ошибки, всегда можно, перед загрузкой, проверить, там, два шага, загрузки, то есть, это проверить, и непосредственно загрузить. Вот, на коробке можно не печатать логотип, а просто наклеить, с логотипом приклеить. Степан, оно совсем, не по теме, ну, можно не печатать, можно приклеить, в зависимости от того, что у вас требуется. То есть, физически можно, с точки зрения регистрации бренда, ну, вот, нельзя, то есть, это надо в фотошопе. Можно, ты просто заполнить, СКУ, главвай, я проговорил, трансляция запускается, допустим, запись, Денис, запись будет? Да, она автоматом всегда есть. Автоматом, да, ну, я просто вопрос, это, да, он основной, он основной вопрос на всех лайвах. Я просто часто пишу, запись будет, сверху. ты можешь это, запись будет, продавать ее по доллару, коммунатам. Значит, да, можно создавать для того, чтобы отзывы сохранились, можно создать вариацию, туда загрузить товар, ну, именно новую партию трясти, и с точки зрения, если вы там какие-то изменения делаете товаре, добавляете, я не знаю, что-то там более длинное, или какую-то фишку, или логотип с другой стороны, то лучше создавать этот вариант, чтобы менять фотографии там. Потому что у меня вот первый опыт с арбуза резкими, это Amazon, я завез партию первую без логотипа, вторую тоже без логотипа, третью с логотипом, там останки были без логотипа, оставались, куда третья доходила, и кто-то пожаловал, собирает не всего конкуренцию. То есть я изменил фотографию, что уже был логотип, а ему пришло без логотипа, он пожаловался, и на нас этим клейм, и все. И мои продажи остановились, упали, обновились, листинг был забанен, куча нервов в деньгах и так далее. А продавались на нее сумасшедшие. Вот, рекламная компания запустилась, я создавал новую рекламную компанию, потому что в рекламной компании прошлой, а коз был 189%. Короче, это такое, запись будет, будет. Пошел раз табор, мне два листинга, как мне кобедит. Ну, вот, опять-таки, это видео на ютюбе. Оно будет и в фейсбуке, и на ютюбе, и еще куча во всех местах, где захотят, там, грубо говоря, наверх. Так, задаем вопросы, именно связанные вот с этой тематикой, ну, там, про запись уже как бы понятно. Вот, и записи есть всегда, потому что... Ну, по стоимости, Денис. То есть, я думаю, для начала, для старта... Ну, 200 долларов, мы как говорили, то есть, это само. В любом случае, работы там, примерно по работе, это неделя. То есть, до недели. Я ожидаю, что это два дня, но вот мы говорим о неделе. Два дня это получается... Два тира недели, да, грубо говоря, если через неделю не сделано, деньги возвращаются. Вот и все. Ну, и если за неделю, как и вам маска, да, 100 дней или бесплатно. Ну, можно так. Вот. Я нашел вот это по вариациям, вот я рекомендую вот это видео, там, ну, оно мне понравилось, там, хороший пример, Жентина на футболке. Кстати, Amazon, целый раз, Эдюкейс. Там именно про платфайлы, как пользоваться, вот я по нему учился, может, кому полезно. Регистрация бренда сколько по времени? Ну, это другая вообще тематика, видео. Да, рекомендую бренду, да, это. Это, если имеется в виду торговая марка, то есть, это к юристам, вот там есть человек, вот, вот таблица инструментов, там люди, специалисты, юристы, занимаются этим, раздели услуг. Посмотрите, выберите и... Вот, то есть, это чуть-чуть другое. Так. Азамат, опоздал, но видео посмотришь. Задавай вопросы, задавай. Так, что там у нас, скайп отвалился, что ли? Да, нет, я бы на секунду отошел. Вот. Хорошо. Вот о чем? Какие еще вопросы? Давайте вопросы. Благодарю за ответ. Что там у нас? Ну, хорошо, всем спасибо за внимание, Денис, еще раз спасибо за организацию, если бы он полезен, опять-таки, ставьте лайк, добавляйте там друзья, лайкайте страничку Дениса, делайте репосты. Надо развивать, как-то 11111, было буквально недавно, уже там больше 12 тысяч, да? Ну, скоро 12. участников. Ну, в любом случае, это говорит о том, что просто интерес к тематике есть, я могу одно сказать, когда я случайно решил все-таки организовать группу, причем я бегал там по людям, предлагал им, с YouTube-канала люди идут, ну, и просто спрашивают, где можно пообщаться. Вот, у меня был вариант, именно я предлагал, как раз, вот о чем ты говоришь, Viber, где мы показывали свои товары, но далеко не все хотели показывать свои товары. У нас была там небольшая кучка людей, и так скажем, по идеям, а все остальные, как бы не понимали, куда просто идти. Вот это организован, по-моему, что-то я смотрел, 21 сентября, что ли, группа организовалась, и мы ее, соответственно, развиваем в том плане, ну, как вот она есть, так она есть. Что-то новое придумаем, ну, будет новое что-то. Я, честно, могу сказать... Ветерсина получается с этой группы, да? Ну, в сентябре, да, в конце сентября, то есть, в любом случае. Нужно оплатить, когда-то в Москве организовать, вот можно. Да, ну, может быть, я не знаю, собрать. Ну, я не из Москвы, мне сложно, а больше никто, человек, ничего не организовывает. Вот это такая работа полон рот, чтобы еще организовывать какие-то оффлайн. То есть, ты, короче, концентрируешься на встречах, на вебинарах, на... То есть, это то, что я делал, это просто, вот так же, как ты. То есть, я там начал все это об обмазоне, начал там своим рассказывать, там какой-то мастер-класс провел, вот, начал в телеграме эту шовку собирать, сообщество, оно потом как-то начало расти потихоньку. Мы там встречались раз, два месяца, три месяца, там, в Киеве. Ну, это полезно, но вы в Киеве все, понимаешь? Понимаешь? А у нас нет никого. У меня в Саратове два человека. Один из Пензы слышал. Вот, и все. Один из Саратова Мазепин его обманул, один из Саратова в селс-хабе учится, только вот закончил. Вот, вот у нас три человека в Саратове. И то, вот за год накопилось. Так что, понимаешь, концентрация людей у вас там бешеная, но, опять же, это благодаря чему, правильно, все это собралось и все это двигалось у вас. У нас реально вообще, я не знаю, ну, для нас вот здесь вот дико, то есть, что-то такое скажешь даже, это самое, как ругательство. Амазон какой там непонятный. Все это со временем идет потихонечку, потихонечку, так что работаем, ну, и будем считать, что конкуренции меньше. Так, вопросов нет, я думаю, отпустим человека. Вопросов, ну, что тут еще разговоры вести? Если кому это надо будет услуга, обращайтесь ко мне, к нему не имеет значения, я в любом случае контакты заложу в таблицу, вот, ну, и дополню наши услуги дополнительно, то есть, мне кажется, это полезная вещь. Направление, мы уже сказали, это баны, и это баны лисинга именно. С банными аккаунтами мы пока не можем справиться, чтобы их заменить вариациями других аккаунтов. Вот, баны, соответственно, и второй момент, это когда у нас, все-таки, рестарты. Рестарты часто бывают, я в основном работаю не с банными, а с рестартами, и, соответственно, мне это тоже будет полезно. С вариациями как раз можно будет обменяться опытом в этом направлении. Понятно, банальный вот этот вариант с раздачами, он как бы такой очевидный, но мне кажется, это можно более серьезно как-то к этому так. Ну, я не знаю, просто я говорю, я реально не понимаю, как управлять этими вариациями. То есть я из-за этого отдельные лейсинги, знаешь, отдельные лейсинги я туда вкачиваю и понеслась она. Потому что, смотри, когда я делал вот эти раздачи, у меня уже тоже, вот у тебя статистики есть по-любому, и у меня статистики есть. То есть я уже примерно раскладываю и понимаю по деньгам сколько. Но по идее, то есть 10% пока хватает пробить вот этот, знаешь, вот этот потолок. Вот, и, соответственно, может быть, действительно надо как раз, я тысячу везу. Ну вот, я везу, например, какой-то товар, тысячу штук, и аналогов 200, например, штук везти. 200 раздач нормально, у меня другой ограниченный фактор, через кого раздавать. Вот, то есть тут уже это органические выкупы, я имею в виду. То есть уже такие моменты, человеческий фактор, грубо говоря. И, соответственно, помимо всего прочего, люди-то не хотят дрянь брать. То есть я тоже не могу заставлять там, ну, например, этот товар за 30, за 20 долларов, он лучше пойдет в раздаче, чем товар за 2 доллара. Ну, вот такая вот история. Да. Ну все, в принципе, всем было, думаю, полезно, мне полезно. Все, пока-пока. Всем пока, всем удачи. Зарабатывайте. Да, осталось за малым. Пока.